Всем добрый день! Сегодня я вам покажу, как легко и просто можно сшить вот такие трикотажные шапки. Они могут подойти как для ребенка, так и для взрослого. Шьются они очень быстро и легко. Нам потребуется всего две мерки. А форма шапки, как вы видите, напрямую зависит от формы выкройки. Как построить выкройку, сейчас тоже вам все покажу. Это очень легко и просто. Приятного просмотра! Итак, нам понадобится всего две мерки. Первая мерка это объем головы ребенка. Измеряем параллельно полу. Не нужно ее наклонять, ничего. Вот у меня получилось 52 сантиметра. И вторая мерка это длина самой шапки. Мы прикладываем сантиметровую ленту к голове ребенка и отмеряем нужный нам размер. Если же мы хотим, чтобы шапочка наша вот здесь подворачивалась, мы прям подворачиваем сантиметровую ленту и также отмеряем нужный нам размер. Ну вот, допустим, у меня будет 24 сантиметра, а объем головы ребенка 52 сантиметра. Теперь быстренько строим выкройку. Мне понадобится бумага, она может быть любой, у меня будет миллиметровая. Объем головы ребенка у меня был 52 сантиметра. Из них я вычитаю 2 сантиметра, так как трикотаж очень хорошо тянется. И чтобы шапка не была большой, я вычитаю 2 сантиметра. Получается 50 сантиметров объем головы. Этот объем я делю на 2. У меня получается 25 сантиметров. Значит, основа моей шапки 25 сантиметров. Отмеряю 25 сантиметров. Я определилась, что длина шапки у меня будет 27 сантиметров. Отмеряю 27 сантиметров с одной стороны и с другой. Для своего удобства 25 сантиметров я делю пополам. Этого можно не делать, но я пытаюсь вам объяснить как можно подробнее. Пускай это будет пунктирная линия, просто для себя. Мы делим нашу выкройку пополам. От верхней точки вниз я опускаюсь на 10 сантиметров. Это все примерно. Может быть меньше, может быть больше. Все зависит от того, какую именно модель шапочки вы хотите сшить. В один и в другой бок я отступаю по 3 сантиметра. Для себя делаю такие пометочки. Теперь нам нужно эти точки соединить плавной линией. Для удобства я возьму вот такую изогнутую линейку. С одной стороны и так же с другой стороны. Дальше тоже зависит от вашей фантазии, какую вы хотите сделать шапку. Если вы хотите, чтобы верх шапки был квадратный, то вы можете оставить вот такую квадратную выкройку, не закругляя ее. Но я хочу, чтобы шапочка хорошо садилась на голову и она была полукруглая вверху. Можно сказать, даже почти круглая. Поэтому я как можно больше вот здесь буду закруглять. Соединяясь с верхней нашей точкой, вот так до самого низа почти я закругляю. Вот эта часть именно все, я еще раз повторяю, зависит от вашей фантазии. Для примера я сделаю несколько выкраек, квадратную, круглую, полукруглую и все вам покажу, какие получаются из этих выкраек шапки. Все, выкройка готова, пора ее вырезать. Ткань у меня вот такая трикотажная. Тянется она в ширину. Смотрите, в длину она тоже тянется, но не так сильно. Мы выбираем, чтобы ткань тянулась в ширину. Эту ткань мы слаживаем пополам и прикалываем тканью нашу выкройку. Обвожу фломастером по ткани. Припуски на шов я не делаю, потому что ткань и так очень хорошо тянется. Если у вас ткань плохо тянется, тогда оставляйте по полсантиметра на шов. Я это делать не буду, иначе у меня шапка будет большой. Вырезаю. Вот такая у меня получается деталь. Нужно сделать вторую такую же деталь. Повторяю эту же операцию. Вторая деталь готова. Теперь на одной и на второй детали, вот эту часть, верхнюю, я прострачиваю на оверлоке. С одной стороны и с другой стороны. И так на двух деталях. Теперь я соединяю две эти детали лицом к лицу и скалываю. Если у вас нет оверлока, такую шапку легко сшить на обычной швейной машинке. Просто строчку выбирать и зигзаг. Теперь нужно прошить также по кругу на оверлоке, либо на простой швейной машине строчкой зигзаг. Но не забудьте в какой-то из частей оставить отверстие для того, чтобы шапочку вывернуть на лицо. Ну, я сделаю, например, с этой стороны, а потом шов мы этот спрячем. Оставила небольшое отверстие, через которое буду выворачивать шапку. Теперь это отверстие закрываем. Можно прошить на обычной машинке. Вот здесь небольшой шовчик. Продолжение следует... Ну, а теперь примерка. Оп. Дашенька. Вот такая шапочка получилась. Лайк. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok